Павел, давно не виделись с момента финала Евро, когда вы описывали с восторгом победу итальянцев. И вот не прошло и месяца, как у нас назначили главного тренера сборной России. Им стал Валерий Карпин на правах совместителя. Пока до 31 декабря, но, вероятно, все дальнейшее зависит от того, как мы выступим в отборе чемпионата мира 2022. У нас впереди 7 матчей. Потом, возможно, если мы занимаем второе место, 2 стыковых раунда и 2 матча. Но вот что вы об этом думаете? Я вам дам небольшую паузу, напомнив о том, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет эксклюзивный бонус для моих подписчиков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и забирайте фрибет по промокоду BIGGIE. Павел Итак, Карпин, который возглавляет сборную России. Что вы об этом думаете? Ну, я считаю, что это хорошая новость для футбольной России. И очень хорошо, что сборную России опять возглавил россиянин. И я думаю, что Карпин все-таки, ну, наверное, один из лучших вариантов и кандидатов на этот пост. Потому что, ну, во-первых, это футболист, который себя с очень хорошей стороны проявил и играл в европейском чемпионате, вот, у которого уже есть достаточно хороший тренерский опыт. Пусть он будет, скажем так, когда-то менее успешный, более успешный. Но, во всяком случае, вот это вот все вместе позволяет ему абсолютно быть тренером сборной. Ну, и я все-таки надеюсь, что он, ну, есть и является такой неординарной фигурой, который все-таки достойно может хорошо, с честью, ну, так скажем, возглавлять нашу сборную. Но вы говорите о том, что очень хорошо, что россияне. Для вас это принципиально? Я правильно понимаю, что по тому, как ситуация возвращается в Голландии, в Голландии неприемлемо, что назначат тренера-миностранца? Ну, в Голландии, конечно, в первую очередь совершенно другая тренерская школа. И все-таки футбол находится в другом состоянии, чем в России. Я имею в виду это тренерская ситуация и ситуация вообще с футбольным. Также, скажем, миром, то есть все касается футболистов, их подбор, талантливые футболисты, да, которые играют в топовых европейских клубах. Поэтому здесь, конечно, это, ну, так скажем, понятно, то есть это уже, так скажем, традиционно. И, кстати, сборная Голландии тоже вот на этих днях все-таки уже окончательно определились с Луи Ван Галом. Я думаю, что это самое тоже лучшее решение. Это, я думаю, в моих глазах единственный человек, который может ее поднять опять на процентов 30-40 выше уровня. Вот. И что касается нашей сборной, российской сборной, да, я считаю, что, конечно, конечно, сборная может возглавлять иностранный специалист. Но это, так скажем, вопрос цены и вопрос КПД, что может иностранный специалист вот в этой ситуации непосредственно дать российской сборной. На каких условиях, какие у нее будут обязанности, какой у нее будут контракты, какая будет у него зарплата. Я думаю, что специалист, который, ну, так скажем, во-первых, нет специалистов, которые дали бы нам гарантии, что сборная выйдет в Катар и там всех удивит своей игрой, атакующий, размашистый, захватывающий, да. Вот. Ну, во всяком случае, чтобы вот такого специалиста пригласить, он согласился. Но опять это надо в пять раз переплачивать. Я считаю, это неправильно. Это, ну, все-таки не уважать себя. Поэтому вот это вот назначение абсолютно я его поддерживаю. Как вы отнеслись к варианту с Кунцем, который у нас обсуждался и который сорвался в последний момент? Ну, немец, который выздоровляет молодежную сборную Германии, вы наверняка о нем достаточно много знаете. Ну, конечно. То есть нельзя сказать, что это вот там где-то нашли немца там с паспортом, да. То есть, конечно, это тренер, который, ну, определенно долгое время работает с молодежной сборной Германии. Вот с таким подбором футболистов, и который, в принципе, с ними успешно работает. То есть это немецкие футболисты другого совершенно уровня. Это немножко другая специфика. И опять-таки мы не можем сказать, что у этого тренера есть какой-то там, скажем так, очень большой европейский опыт как тренера, да. Вот. То есть если бы мы говорили, что вот именно по Кунцу, ну да, если бы у нас начинался завтра чемпионат мира среди молодежных команд, и вот этого специалиста взяли бы на этот турнир, да, можно было, конечно, бы сказать, что вот он бы там взял бы правильных помощников, и он бы мог бы сплотить команду, дать команде уверенность, сплотить, воодушевить, и команда, так скажем, может быть, прыгнула бы выше головы. Может быть, может быть. Вот. Ну, а то есть если мы будем сравнивать Карпин и Кунца, я считаю, что здесь нету никаких-то минусов или плюсов по отношению к тому, что вот мы должны очень переживать, что вот он не стал тренером сборной России. Почему, Павел? Вы, ну, просто я логику пытаюсь понять. У нас еще очень многие хотели именно Кунца, там новое лицо и прочее. Вот почему вы считаете, что Карпин лучше Кунца? Ну, то есть самое главное отличие, что, во-первых, Карпин россиянин, он знает хорошо российский рынок. Вот. Во-вторых, я считаю, что у Карпина больше тренерского опыта для российской сборной, чем у Кунца. Поэтому здесь абсолютно больше плюсов и за Карпин. Павел, но вы сказали одну важную вещь, как бы, что Илуй Ивангал лучшая кандидатура. Почему вы считаете применительно к сборной Голландии? Я так немного отвлекусь. Ну, сборная Голландии закончила чемпионат Европы в таком разобранном состоянии, такая, ну, скажем так, ну, если не банда, а группа такой молодежи, да, которая была очень плохо управляема, да, много есть кандидатов, у которых много, конечно, минусов. То есть Илуй Ивангал на настоящий момент и вообще в тренерском голландском цехе является такой персоной, которая, в принципе, может хорошо и очень быстро донести до всех футболистов, которые этого, ну, так скажем, не поняли на чемпионате Европы, зачем они в сборной, как они должны играть. Поэтому я думаю, что у Ивангала это очень хорошо должно получиться. И его, скажем так, тренерский уровень, его тренерские способности, то есть они не обсуждаются, а как психолог, как тренер, как личность, я думаю, что он должен быстро подобрать ключи и объяснить и мотивировать этих футболистов, которые уже, я думаю, будут с первой игры уже себя по-другому вести, по-другому выкладываться и играть на поле. Понял. Павел, мне интересно ваша точка зрения на вариант с Курбаном Бердыевым, ну, тем более, что он из родного для вас города из Смоленска, ну, как и для меня, и вроде мы должны за него топить. Почему, на ваш взгляд, не назначили Бердыева, чем этот вариант хорош, чем плох, и лучше ли Бердыев как тренер, чем Карпин? Ну, я думаю, что, наверное, только один, плюс то, что Бердыев в настоящее время свободный тренер, и с ним, наверное, все-таки в этом плане, может быть, было легче вести переговоры, я имею в виду, что он не в клубе, да, вот, но, опять-таки, мы же не знаем, может быть, он хотел с собой 16 человек привезти, и какие-то у него были требования, которые, допустим, не устраивали Российский футбольный совет, поэтому, еще раз я говорю, я не вижу абсолютно, что, скажем так, Бердыев лучший специалист, чем Карпин, и вот сейчас из-за того, что назначили Карпина, мы должны переживать, и вот теперь мы думаем, что у Карпина хуже получится, чем у Бердыева. Я еще раз говорю, что Карпин – это, скажем так, рабочий, рабочий кандидат, это тренер, который в последнее время, ну, в нормальном процессе, и возглавляет абсолютно нормальный, достойный клуб Российской высшей лиги. Опять-таки, я надеюсь, что его прошлое как футболиста, его тоже харизма, и уже тренерский опыт, да, а все-таки он у него неплохой есть, это будут хорошие кандидатуры для сборной. Вот, главное, чтобы, конечно, он не забывал такую вещь, конечно, да, что он все-таки тренер национальной команды, он лицо этой команды, да, и у него есть очень хорошее качество, но надо не забывать, что он работает для страны, работает для болельщиков, ну, и для вас тоже, журналистов. Что вы имеете в виду, вот это, что он работает для страны, для болельщиков? Ну, у нас же был пример, тренер, который для этого работал, который общался и с прессой, и, скажем так, и с журналистами, и в какой-то степени с болельщиками, поэтому я надеюсь, что здесь Карпин, он, ну, все-таки найдет вот эту вот правильную средину, когда и с кем ему, как себя вести, поэтому я вот надеюсь, что вот он здесь тоже себя очень хорошо проявит. Понял. Павел, интересно, интересен ваш взгляд на то, будет ли многочисленное обновление. Ну, вот ваш взгляд, как человек, который в футболе разбирается, как скаута, специалиста, необходимо ли сборной России и серьезное обновление, и сейчас важно тот, кто на сентябрь будет лучше, без разницы, кто это, учитывая такую серьезную задачу. Я думаю, что это очень самое важное качество, и вот то, что ты у меня спросил про Луи Ван Галла, он этим очень хорошо отличается. Я думаю, что кандидаты в сборную Голландии, они очень быстро это поймут, что футболист должен заслужить на сегодняшний момент вызов в сборную России. И это очень самое важное, и я надеюсь, что Карпин будет этого придерживаться. И, так скажем, вот все заслуженные памятники, которые были в сборной в последнее время, если они в сентябре месяце не будут этого заслуживать, то он просто предоставит им шанс посмотреть за игрой сборной России из дома по телевизору. Если этого не произойдет, то это, конечно, будет печально, и это будет, опять-таки, шаг на месте. Ну, я надеюсь, что все-таки его, скажем так, характер, его харизма, то есть здесь не должно быть проблем. Это мое такое мнение. Надеюсь. Павел, о заслуженных памятниках вы о ком говорите? Кого имеете в виду? Ну, Сергей, мы можем называть какие-то фамилии, просто сейчас это неправильно делать, потому что сейчас у всех есть шанс, и у всех есть время, то есть проявить себя и заслужить вызов в сборную при новом тренере сборной России, потому что в сборной России, естественно, то есть есть футболисты, которые, скажем так, неприкасаемы или менее прикасаемы, или которые, допустим, как-то незаслуженно, незаслуженно на определенном уровне вызывались в сборную, и потом не оказывались на чемпионате Европы. Ну, ты же понимаешь, это тяжело объяснить, когда Гильермо вратарь сборной, не россиянин, на протяжении нескольких лет, а на чемпионате Европы его просто нет. Вот просто вот вопрос, зачем он играл в сборной, вот зачем он играл в сборной, и какую пользу он принес в сборной на чемпионате Европы, где мы начали тусовать и выбирать вратарей. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, и можно назвать еще несколько там фамилий или кандидатур, поэтому я, конечно, очень надеюсь, что Карпин будет селектировать и выбирать футболистов по заслугам, по уровню футбола, а не по каким-то, скажем так, делам прошлым. На ваш взгляд, кандидатура Дзюба сейчас подвергается сомнению или нет? Ты понимаешь, что такое футбол? Вот сейчас вот можно спорить, там, болельщики «Зенита», «Спартака», «ССК» и вообще в России, что замены Дзюбы нету, и вот Дзюба нужен. То есть, как Дзюба сыграл на чемпионате Европы, то, естественно, тренер имеет право на эту позицию смотреть, рассматривать и пробовать другого футболиста. И это только тренер может нам дать ответ и показать, что у нас есть такой футболист, вот же он находится, только ему надо дать шанс, и надо правильно его использовать. И тогда все быстро заговорят о том, что да, почему же он не играл, что он лучше Дзюбы. Но это еще раз я говорю, что это будет тогда, когда Дзюба к сентябрю месяцу не будет показывать игры и заслуживать вызов в сборную, а Карпин, благодаря вот своему опыту и знанию российского рынка, он все-таки подберет кандидатов, футболистов, которые на этой позиции смогут заменить сборную. В этом и заключается роль тренера, который увидит и найдет этого футболиста, о котором мы сейчас даже с тобой не можем говорить, понимаешь? А Карпин этого тренера найдет. Он его вызовет, он поставит, и он окажется, ну, Дзюба пример, то есть это так, как пример, что Артем не обижался на нас, да? Вот, то есть в этом и есть заслуга тренера сборной, который должен постоянно следить за формой и как игрок в настоящий момент играет. Если он будет, вот действительно, как я говорю, брать по принципу, кто вот на сегодняшний момент, потому что в сентябре сборной надо сыграть хорошо в двух матчах. Да. Вот в двух матчах. И речь идет о том, никто в сборной отыграл 60 игр или 40 или 50, а кто вот этих двух матчей может помочь в сборной. Вот. А, то есть многие тренера этого не хотят, боятся или не видят. Мы с тобой говорили на примере сборной Голландии, на примере сборной Германии. И, к сожалению, результат был плачевным. Поэтому я надеюсь, что у Карпина этого не будет. Павел, ну вот еще один важный момент по поводу совмещения. Ну, для меня это ключевая история. То есть мы не раз на ней отжигались, и я понимаю, что это резервный вариант для РФС, когда все горело, значит, когда пришли к Ростову и сказали, дайте, пожалуйста, тренера. Ну, и Ростов говорит, окей, мы там поможем стране. Но, с другой стороны, ну, разве это правильно? Конечно, наверное, это, скажем так, не от хорошего. Я с тобой согласен, потому что тренеру всегда легче работать, когда он тренер и отвечает за одну команду. Я с тобой абсолютно согласен. Вот. Но один специалист или один человек, он может в этой ситуации как-то лучше подстроиться, и, ну, ему не будет, так скажем, тяжело, и не будет от этого страдать его клубная работа и сборная. Это зависит от двух моментов. Это, в первую очередь, зависит его квалификация, какой он трудоголик. И второе, это зависит от того, какие у него будут помощники. В первую очередь, в Ростове, потому что это его основная работа, ну, так скажем, да. Вот. И его тренерский штаб в сборной, потому что это, конечно, очень важно. То есть у него должны быть люди, которым он доверяет, и которые вот действительно могут его заменять и могут вот эту вот работу выполнять, когда он, допустим, будет отсутствовать или не сможет где-то присутствовать из-за своей работы в Ростове. Ну, еще раз говорю, что здесь, конечно, большой плюс, что он хорошо знает российский футбол, достаточно хорошо знает российский футбол. Вот. Ну, а игры других клубов чемпионата России, ну, наверное, придется смотреть ночью. Ну, хороший вариант, надо ночью там смотреть. Павел, ну, так для меня вы удивительно настроены оптимистично после этого назначения. Ну, Сергей, во-первых, вот сейчас в России мусолят там тему, там, какие-то реформы, там, приехали помощники из Голландии, да. Да. Вот. Во-первых, для меня это самая важная тема. Потому что, ну, так я скажу в шутку, что тренер сборной России могу быть и я. Понимаешь? И, ну, наверное, там не начну заикаться или не испугаюсь, то есть ничего здесь такого страшного нет, да, чтобы выполнять эту работу, да. Вот. Вот, если ты работал в футболе, если у тебя есть опыт тренера, то есть ничего здесь страшного нет. Весь вопрос в том, весь вопрос в том, какие реформы будут в российском футболе, потому что футболисты, это самое главное то, что в футболе должен иметь тренер или команда, или клуб, или страна. И вот футболисты, они приходят снизу, вот они приходят снизу, не сверху, а снизу. Если мы говорим про российский футбольный совет, если он не сможет предоставить такую программу, которая вот позволит вот начать делать эту реформу, то есть вот именно появление футболистов снизу, а это именно детско-юношеский футбол, это именно соревнования детско-юношеского футбола, а там можно сделать очень много изменений. Вот, то есть для меня однозначно, что вторая лига, она для России не нужна, потому что она ничего не приносит. Те, кто там сейчас будут кричать и волосы рвать, а то как, что, это понятно, почему и зачем, кому на что приносит. Россия в настоящий момент это для двух лиг, это высшая лига, это РПЛ, это ФНЛ, которая должна быть разделена на две географические дубли, зоны. И эти две лиги должны иметь дублирующие составы. Для России это очень достаточно футбольных мест, где могут развиваться действительно способные футболисты. И, конечно, дискуссия с возрастом футболистов, то есть особенно в первой лиге, с иностранцами лимит, это уже другой момент. Но если в российском футболе не произойдет реформа, откуда начнут появляться талантливые футболисты, мы не будем там день и ночь говорить про Головина и Мирончука, то это будет печально. Карпин будет тренером, потом Бердеев придет, потом еще кто-то придет, немца можно позвать. Но самое главное, чтобы в России начала работать система подготовки конкурентноспособных молодых футболистов. Вот это вот очень важно. И тогда будет легче. Было бы и Черчесову в любом случае, и Карпину, и следующему тренеру, который уже будет после него. Павел, ну в целом, как я понимаю, вы достаточно скептически отнеслись к этой программе реформ, которую прочитали. Ну, я считаю, что там очень много сложного, очень много сложного. Россию можно футбольную, скажем так, переделать намного очень проще, как я тебе сказал. Главное, чтобы это было желание, чтобы это желание было у людей. И понимание. Понимание, зачем нужно играть в футбол там на Камчатке, в Находке, в Хабаровске или, допустим, в центральной части России. То есть вот это вот надо понимать. Потому что мое мнение, что в футбол надо играть там, где в него хотят играть. То есть я имею в виду город, болельщиков, условия, возможности. А пока мы будем играть в футбол там, где назначили губернатора, у которого дочь замужем за бывшего футболиста или тот, кто любит футбол. И в этом городе создают команду и выделяют ему 30 миллионов. То есть я считаю, что эти деньги должны лучше идти на развитие детского футбола, школ, полей и уровня детских тренеров, которые у нас в не очень хорошем состоянии. Вот это мое мнение. Вот это самое важное. Павел, я правильно понял, что в Голландии вот такая система, которую нам презентовали, не используется? Ну, Голландия совершенно другая страна. Она совершенно другая страна по размерам. У нее совершенно другая система. Другое отношение к футболу. Здесь нет государственного финансирования. И поэтому тут даже и нельзя сравнивать. И в принципе я тоже желаю, чтобы... Если есть интерес на 16 клубов, то он должен быть. То есть ничего не должно создаваться искусственно. И мы это видели на примере Тамбова. Ну, когда люди неответственно, непрофессионально относятся к своей работе и допускают вот такие моменты, то от этого только страдает лига, от этого страдает чемпионат, от этого страдает интерес игр, когда вот команды российской премьер-лиги должны играть, допустим, с такой командой, как Тамбов. То вот представь такую ситуацию, что, ну, допустим, Спартак или Зенит, они должны играть с Тамбовом, а через три дня, а четыре, они должны быть играть с Манчестер-Сити. То есть какая у них подготовка к этой игре. Поэтому надо думать об этом заранее и создавать такую структуру и систему, чтобы этого не повторялось, не происходило. Если на сегодняшний момент у нас то, что я тебе сказал, это там хорошо спорный момент 16-18 клубов РПЛ и две зоны географической первой лиги по команд 16. То есть это очень хорошее количество профессиональных клубов в настоящей России. Как у нас сейчас футбол, скажем так, процветает с нашими климатическими условиями и финансовыми, скажем так, возможностями. Это хорошее количество клубов. Доживем мы, когда в каждом городе опять захотят команду профессиональных мастеров иметь. Они сами будут расти, как грибы. Но искусственно ни в коем случае нельзя это создавать. Это ничего не дает футболу. Это дает только определенной группе людей, не больше. Понял. Павел, спасибо вам большое. Будем на связи. Так что мы будем надеяться, что опять-таки новоназначенный российский тренер-специалист все-таки сделает изменения вот в этой сборной, которая, к сожалению, не получилась у Черчесова на чемпионате Европы. У всех это может произойти. И что Карпин оправдает вот эти вот доверия. И в декабре он уже может окончательно перейти в сборную и покинуть Ростов. Понял. Спасибо вам. Приятного вечера.